А на каком основании вы ему продали сейчас свой? Он сказал, у него есть паспорт. Вы думаете, 18-летний должен вот такого роста быть? Сейчас так много юношей выглядит по-разному. Серьезно? Да. Ясно. Предположительно. Предположительно? Да, я предположил 18. Я предполагаю, что ему лет 12-13. Вот так, поверив на слово, 16-летнему подростку продали вейп. И это не единичный случай в этой торговой сети. Чуть больше года назад мы снимали аналогичную ситуацию, только по другому адресу. На Ленина 63, рядом с Народным хуралом. Господи. Да. А, да, да. Господи. По 10 лет? Да, 10 лет. Ладно. Теперь все то же самое повторяется и на Октябрьской. Роспотребнадзор не может проводить плановые проверки из-за моратория. Если говорить проще, за вейп-шопами уже два года никто не следит. Изначально ограничения ввели, чтобы помочь бизнесу в условиях санкции. Но, как мы видим, этим смогли воспользоваться недобросовестные продавцы. Вы продаете осознанно? Нет. Ну, не стыдно, честно? Нет. Не стыдно. Я вот так не сказал. Хоть какое-то, может быть, оправдание будет. Нет. Просто раздает предложение. С 2023 года ужесточили продажу всей никотиносодержащей продукции. В Госдуме уже готовят законопроект о полном запрете электрона, как в соседнем Казахстане. С апреля этого года там не продают вейпы. Но это долгий процесс. Родителям стоит оставаться на чеку. Если вы заметили у своего ребенка вейп, обращайтесь в Роспотребнадзор. С стороны Роспотребнадзора в случае поступления в адрес, в наш адрес, сведения о том, что допущено нарушение требований указанного закона, будут приняты меры онкополномочия, в том числе направленные на профилактику подобного рода нарушений. Несмотря на мораторий, они могут провести проверку по конкретной жалобе, наложить штраф и пригрозить продавцу. Номер вы видите на экране. А мы продолжим следить за ситуацией. Кирилл Мешков, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.